Ирландский волкодав – порода охотничьих собак, родом из Ирландии. Считается одним из самых высоких псов в мире. Несмотря на внушительные размеры и устрашающий вид, обладает добродушным мягким характером и совершенно не опасен для человека. Ирландский волкодав – одна из самых древних пород, можно даже сказать, первозданных. Как известно из названия, разводили их в Ирландии, куда они попали с племенами кельтов более двух тысяч лет назад. Первые документальные подтверждения относят к римским летописям IV века. Собак использовали для охоты на крупных ирландских волков. Волкодавы легко справлялись с ними с помощью длинных тяжелых лап. Кроме этого, такие крупные животные помогали армии разбить конницу врага, они сбивали солдат с лошадей мощным ударом головы. В XVII веке было популярно дарить щенков волкодава знати и королям других стран. Так эти собаки стали любимцами французского кардинала Ришелье и герцога Тосканского из Италии. Но в 1652 году Оливер Кромвель запретил вывоз породы, что поспособствовало сохранению генофонда и поголовье. Ирландский волкодав – крупная собака с длинным телом, пропорциональном высоте в холке. При всех своих больших размерах собака не выглядит грубо и массивно. Внесена в группу борзых не зря, отличается подобной им сухостью и поджаростью. Ирландский волкодав отличается большими размерами. Согласно стандарту, ожидаемый диапазон высоты в холке составляет 81-86 см. Минимальный рост и вес составляют 79 см 54,5 кг и 71 см 40,5 кг. Он более массивного телосложения, чем шотландский дирхаунд, но меньше, чем немецкий. Шерсть жесткая и грубая на голове, туловище и ногах, с особенно жесткой бородой и волосами над глазами. Это может быть черный, тигровый, палевый, серый, рыжий, чисто белый или любой другой окрас, встречающийся у дирхаундов. Ирландский волкодав – борзая и охотится только визуальным восприятием. Шея мускулистая и довольно длинная, голова высоко поднята. Он должен казаться длиннее, чем на самом деле, и быть способным поймать и убить волка. Они обладают разнообразным характером и чаще всего известны своими личными причудами и индивидуализмом. Однако ирландский волкодав редко бывает безмозглым и, несмотря на свой большой размер, редко бывает разрушительным в доме или шумным. Это связано с тем, что эта порода, как правило, интровертна, умна и сдержана по характеру. Спокойное животное – ирландский волкодав тихий по своей природе. Волкодавы часто создают прочную связь со своей семьей и могут стать довольно разрушительными или угрюмыми, если оставить их одних на длительное время. Ирландских волкодавов часто ценят за их преданность, привязанность, терпение и преданность. Хотя в некоторые моменты истории их использовали в качестве сторожевых собак, в отличие от некоторых пород, ирландский волкодав обычно ненадежен в этой роли, поскольку они часто дружелюбны по отношению к незнакомцам. Хотя их размер может быть естественным сдерживающим фактором. Однако когда требуется защита, эта собака никогда не бывает лишней. Когда они или их семья находятся в любой предполагаемой опасности, они проявляют бесстрашный характер. Автор и заводчица ирландских волкодавов Линда Гловер считает, что тесная близость собак к людям, делает их остро чувствительными к недоброжелательности или злонамеренным намерениям. Что приводит к их превосходству в качестве сторожевой, а не сторожевой собаки. Уход за ирландским волкодавом сводится к регулярному вычесыванию шерсти, правильному кормлению и частым выгулам. Собака неприхотлива в условиях жизни, но лучше всего подойдет просторный дом селом прилежащей территорией, где питомец сможет гулять столько, сколько захочет. Волкодавы достаточно непривередливы в выборе еды. В день они потребляют примерно 1,5 килограмма пищи, 40% из которых составляет мясо или мясные продукты. Щенка волкодава кормят 6 раз в день, в полугодовалом возрасте кормление уменьшается до 4 раз на день, по достижению года собаку кормят 1-2 раза в день. Размер порции следует определять в зависимости от веса и активности питомца.